Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос дня». Сегодня в эфире мы вновь обсудим ту поддержку, которая оказывается государством бизнесу в рамках нашей Республики Хакасия. Для бизнеса Республики гарантийный фонд разработал новую линейку финансовых мер поддержки и упростил процедуру подачи документов. Вот сегодня все подробно расскажет в нашем эфире. Об этом Ольга Сергеевна Ефремова, начальник отдела развития предпринимательства. Ольга Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ольга Сергеевна, расскажите, что из себя представляют эти меры поддержки? Обязательно расскажу, но для начала немножко справочно сделаю о том, что за гарантийный фонд. В Республике осуществляет деятельность некоммерческая организация, гарантийный фонд микрокредитная компания Республики Хакасия, учредителем которой 100% является правительство Республики Хакасия. Организация работает в двух направлениях. Это предоставление получительств, в случае, если у предпринимателя не хватает своего злого обесточения. Второе направление – это льготное кредитование. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы ежегодно привлекаем средства на докапитализацию фонда и для дальнейшего предоставления льготных кредитов наших предпринимателей. В этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на уровне федерации было принято решение дополнительно докапитализировать микрофинансовые организации для поддержки предпринимателей на неотложные, нужные им предоставлять льготные микрозаймы. Мы привлекли. У нас докапитализировано в этом году фонд более чем на 180 миллионов рублей. И вот мы средства раздавали, но в процессе распределения средств, рассмотрения заявок предпринимателей, пришли к выводу, что необходимо усовершенствовать сами условия предоставления микрозаймов. Всего этого были разработаны пять продуктов кредитования в фонде, и вот о них поподробнее расскажу. Ну и так, да, о мерах. Первый продукт, который я хотела бы рассказать, он впервые в Хакасии реализуется, такая мера финансовой поддержки, это для начинающих предпринимателей. Если предприниматель зарегистрировался на территории Республики Хакасии и действует менее одного года, то может привлечь кредитные средства со сроком до двух лет, с возможностью отсрочки основного платежа до шести месяцев, под процентную ставку, не превышающую 4,25. Процентная ставка 4,25 – это максимум сейчас по всем кредитным средствам фонда. А на 4,25 – это ключевая ставка Банка России на текущую дату. Если на этапе заключения договора микрозайма увеличится процентная ставка Центробанка, то, соответственно, процентная ставка по договору микрозайма тоже будет увеличена. Другой, начинающие могут без залога привлечь средства от 150 до 500 тысяч рублей, под 4,25% и от 501 тысячи до 1 миллиона рублей при наличии залога. А если начинающий предприниматель зарегистрировался на территории моно-профильного населенного пункта, их у нас в республике ХКС-6 – это Абаза, Сорт, Сейноборск, Черногорск, Вершинатёре и Туим, то для этих предпринимателей процентная ставка на сейчас 2,125. То есть можно сказать, что это практически расстройка для предпринимателей. Это лёгкий старт в продукт для начинающих. Разработан ещё один продукт, называется без залога. Это для начинающих предпринимателей. Такой для действующих предпринимателей. Срок предоставления до 18 месяцев. С возможностью от срочки до 6 месяцев. Процентная ставка 4,25 на сейчас. И размер от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. То есть если на неотложные нужды вам необходимо средства взять, то в фонде, пожалуйста, без залога, срок осмотрения уточнил по каждой заявке один рабочий день. То есть оперативно можно получить, по-моему, заёмные средства. Вот такой выводный процентный старт. Ещё один продукт, злояльный, его называют. Также для действующих предпринимателей Республики Хакасия. Срок у него до 2 лет. Отсорочка по основному долгу, возможно, также до 6 месяцев. И размер у него от 300 до 700 тысяч рублей. И интересно, в чём? Если первых 3 месяца предприниматель, процентная ставка, ему применяется всего 1%. Далее процентная ставка будет 4,25. Сумма от 300 до 700. Ещё один кредитный продукт этого развития. Называется развитие. Здесь несколько направлений, которые можно поддерживать. Если предприниматель осуществляет деятельность в сфере обрабатывающего производства, и на момент подачи заявки в фонд, он гарантирует, что увеличит на 10% среднесписочную численность работников и фонд оплаты труда, то он может привлечь от 700 тысяч до 3 миллионов рублей под 1% всего. Если он не обещает увеличить на 10%, а просто сохранит уровень работников среднесписочной численности и фото на уровне, какой есть на момент подачи заявки, то для него процентная ставка 3. Кроме того, по пожеланиям предпринимателей, выделена приоритетная сфера. Также поддержки в данном продукте развития. Это сфера туризма и сфера сельского хозяйства. Для них также процентная ставка не более 3% подобных. По продукту развития, кстати, я не уточнила, срок кредитования до 2 лет. Также возможна срочка по основному долгу до 6 месяцев. И также необходимо отметить в этом направлении монопрофильные населенные пункты. Если предприниматель зарегистрировал в МОНО и является, например, резидентом промышленного парка Черноморска, или если это женщина-предприниматель, если предприниматель старше 45 лет, или предприниматели реализуют проекты в сфере экологии, спорта, туризма, то для них на сейчас процентная ставка 2.125. Это вот 4 таких разных направления, разные продуктовые имейки. Также в первой фракассии фонд в этом году реализует продукт рефинансирования. Если у предпринимателя ранее, у предпринимателя, именно обращу внимание, не у физического лица, взять кредит в коммерческом банке, и он им пользуется более 3 месяцев, то возможно рефинансировать данный кредит в фонде. Также по процентной ставке 4.25 на сегодняшний день. Очень хорошие условия для бизнеса республики, для предпринимателей. Подскажите, пожалуйста, а чем-то они отразительно отличаются от тех кредитных продуктов, которые предоставлялись фондам ранее? Ранее не была выделена в отдельную категорию начинающих предпринимателей. Мы не выделяли сферу туризма, сельского хозяйства, для того, чтобы поддержать их. Ну вот столь хорошие условия для бизнеса, а есть какая-то статистика, пользуются такими льготными кредитами? Ну вот, в 20-м году мы кредитовать начали активно с апреля. У нас на сегодняшний день порядка 60 микрозавель предоставлено, в работе еще, конечно, зарядки фонда. На более 100 миллионов уже средств выданы ответы предпринимателям республики. Конечно, большая часть предпринимателей это города Абакана. Хотелось бы охват территориально всей республики, чтобы был представлен. Но необходимо отметить предпринимателей моногородов, это Сыноборска, Базай, Черногорск. Вот эти условия, и в 225 на сейчас это очень привлекательное, они тоже обращаются в фонд. Активизировались? Активизировались, да. Потому что я помню еще буквально год и два назад, несмотря на то, что для них были предоставлены тоже льготные условия, они не очень активно отвечали на них. Ну, проводится работа, конечно, и фондом самим, и администрациями, монопрофили в населенных пунктах. Спасибо администрациям за то, что тоже работают со своим бизнесом, рассказывают, помогают. Совместная работа выстроена, взаимодействие налажено, и, соответственно, есть результат. Сейчас туризм на переднем плане в республике. Мы очень много говорим и о поддержке этой сферы. Давайте еще раз расскажем, что вы предлагаете, что предлагает гарантийный фонд для предпринимателей, которые работают именно в этом направлении. Есть сферы туризма, могут обратиться за любым продуктом. Но если действующий предприниматель, его интересуют более существенные суммы, то это продукты развития от 700 тысяч до 3 миллионов рублей. С процентной ставкой не более 3%, срок кредитования до 2 лет, возможно, отсрочка по основному долгу до 6 месяцев. Еще, Наталья, знаете, начну один момент, что ранее тоже такого не было. Когда фонд предоставляет кредит, он сможет группу связанных с даемщиками, чтобы у нас максимум 3 миллиона, и если дали учредителям, и следующая заявка этого жилого учредителя одинаковая, то по второй заявке был отказ. А сейчас, если связанные заемщики, группа связанных с заемщиками, то максимум на них повыше можно предоставить 5 миллионов рублей. Что тоже у нас предприниматели пользуются спросом. Ольга Сергеевна, республика помогает предпринимателям не только финансово. Расскажите, какие еще меры поддержки сегодня работают, насколько они востребованы? Я бы уже говорила, что в фондном направлении не только кредитование, но и поручительство. Поручительство тоже реализуется, предприниматель за данные меры поддержки обращается. Потому что есть годное кредитование не только в фонде, но и в коммерческих банках. Программа 8,5 федеральная пока не реализуется, и фонд активно выступает поручительством по данной программе. Кроме того, мы завершили этап поддержки социальных предпринимателей в много городах. 36 предпринимателей у нас получили гранты до 1,5 млн рублей. Это все уже, мы завершили. И Центр Мой Бизнес продолжает реализовывать свои мероприятия по направлению как экспорт, так и Центр поддержки предпринимательства. Это консультирование, это содействие сертификации, содействие популяризации бизнеса. Сейчас выходим на новое направление, это содействие в размещении на электронных торговых площадках. У нас как на международных пользуется способ среди предпринимателей, так и выходим на российские, содействие в размещении на воде, на инвенции, на зоне. Ольга Сергеевна, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, на какие цели могут быть предоставлены микрозаймы по таким льготным условиям, которые вы только что перечислили? Цели на самом деле определены законодательно. Три основные. Это вложение в огнеоборотные активы, это пополнение оборотных средств и оплата первого взноса при лизинге обороны. Микрозайм нельзя тратить на оплату заработной платы, на оплату налогов, на оплату задолженности, по налогам деятельности, штрафы и тому подобное. Микрозайм могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к ним, в соответствии с 29-м федеральным законом о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. И для того, чтобы понять, к предпринимателю относится ли он, предприниматель, во-первых, должен быть включен в единый реестр субъектов МСП, и, соответственно, если он туда включен, то он и соответствует 209-му федеральному закону. Поэтому, прежде чем обращаться за консультацией в фонд, можно просто в Яндексе написать единый реестр МСП, ввести туда ННН и посмотреть, есть ли предприниматель, находится ли там предприниматель или нет. Если вас там нет, но вы знаете, что вы являетесь таковым, необходимо обратиться в налоговую службу по месту регистрации, с целью, ну, разобраться, почему вы оттуда исключены, по каким причинам, и налоговая очень быстро отрабатывает такие запросы и включает предпринимателей ежемесячно обратное время. Соответственно, если у вас нет приезда, сейчас услугу по предоставлению микрозаймов, поручительства, вы в фонду получить не сможете. Так, ну, а куда обращаться? Фонд находится в городе Абакане, по улице Дружба народов 2А, второй этаж, центр «Мой бизнес», я думаю, про него многие слышали, фонд территориально находится в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию о фонде, об его услугах можно посмотреть на сайте «Мой бизнес.19.рф». Ольга Сергеевна, большое вам спасибо за столь интересную и важную информацию для наших телезрителей. Спасибо и всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова